Здравствуйте, мои дорогие слушатели, кто знает меня, кто не знает. Я Елизавета Светозарова, женский коуч, наставник, графический звуковой медиум, экстрасенс, целитель. И сегодняшнее видео это первое после летнего периода. И я писала парочку постов о том, как прекрасно, глубоко, интересно проходит время, но совершенно не хочется рассказывать. Потому что больше хочется погружаться в себя, погружаться в свои процессы, проживать их полноценно. И в этом есть ценность. А выходить в эфиры не было желания, и, видимо, не было необходимости. И, видимо, такой интересный период. И у нас у всех, у всех сейчас идет такой период, когда мы больше настроены на углубленное знакомство с самим собой. У меня даже есть несколько знакомых, которые также их много куда часто приглашают, но они говорят, не хочу никуда идти, не хочу ни с кем быть, хочу с собой быть и с природой. И это действительно имеет место быть сейчас, в нашу пору. И я вышла в эфир, потому что уже настало время, поднапитавшись той самой природой, поднаполнившись ею. Так как все-таки передается через меня много информации, знаний, я не имею права ее задерживать в себе. И мне от этого плохо. И люди многие ждут эфиров. И я уже осознаю свою миссию здесь. И двигаюсь по ней. И в частности, моя миссия — это передавать энергоинформационный посыл на помощь в развитии людей. В частности, это передача женского ресурса. Именно женского ресурса. Мне, и как раз это видео, мне хочется передать, показать тишину. Состояние мира, важность для женщины состояния мира, тишины, спокойствия, равновешенности, любви и принятия. И для меня это уже достаточно давно является естественным состоянием. И очень горько смотреть, наблюдать, как многие продолжают находиться в суете ума, в переживаниях по поводу будущего, по поводу настоящего, по поводу своих близких, себя, то, что они там либо стареют, либо хуже выглядят, либо у них нету того, другого, третьего, мужьей, дети не такие, денег недостаточно, они там живут, не то едят, все грустно, плохо и очень много различной суеты, которая, по сути, не является нами. Это вообще, ну, пришлая, совершенно пришлая, неестественная, неправдивая история. Но люди настолько себя отождествляют с программами ума, с идеями ума, теми страхами, которые эти программы наполняют людей, что мы начинаем думать, что это мы и есть такие, что наша жизнь вот именно должна проходить в каком-то формате борьбы, страданий, переживаний и преодоления этих переживаний, страхов и страданий. На самом деле нет. Мы уже вышли в эпоху, когда можно просто внутри себя проманифестировать. Счастливое состояние, мирное состояние и следовать по этому направлению. И перед эфиром я настраиваюсь. И сейчас настраивалась. И может быть, там кто-то видит, что у меня немножечко такой блаженный взгляд. Да, я передаю, кто у меня знает уже давно, я передаю в первую очередь энергии Матери Мира. Они укреплены во мне, закреплены. Передаю большой материнский поток, ресурс материнский и в сессиях своих, и на медитациях. Сегодня, я думаю, маленькую звуковую медитацию я как раз передам. И вот выбрала вторник, днем своих видеовыходов. Я постараюсь регулярно делать эти записи. И перед тем, как выйти в эфир, записать, я ходила и думала о том, какой посыл на сегодня необходимо передать. Много приходит знаний и много, что можно передать. Но всегда важна важность момента. И здесь и сейчас оно важнее, чем было 15 минут назад, когда я думала по поводу других идей. Им тоже придет свое время. Я выступаю, так как уже я более 12 лет медиум, и хорошо в этом поднаторела, давно уже работаю с людьми, больше 6 лет в прям тесном работе с людьми, то для меня является ценностью не передача вторичных знаний, как, знаете, узнали, даже считала информацию, а потом ее передаю, пересказываю. Я считаю, что большая ценность – это передача непосредственно информации и энергопосылы с потока. Вот как оно сейчас идет, это вещание прямо сейчас через меня. То есть без подготовки, а полная включенность в поток. и его передача. В этом есть ценность, потому что есть чистота, чистота передаваемой информации. Здесь не участвует ум, мой личный ум, как бы лучше передать, как бы, ну так красивее или адаптированнее эту информацию передать. А вот оно как идет, так и нужно, значит, для той публики, для тех слушателей, которые сейчас или попозже там будут слушать, просматривать это видео. И так лучше для данный момент, для утверждения этих знаний здесь на земле, переводы их. И в первую очередь, я хочу рассказать о том, для тех людей, которые меня уже знают, о том, что нового и предвидится в моей деятельности и в тех эфирах, которые я буду проводить. вот именно на основании вот этой ценности чистоты потока и более глубокой связи со своей сущностью, я чувствую, что я не имею права умалчивать или как-то обходить стороной или искать какие-то красивые обороты, чтобы передать информацию для людей. А теперь на своих каналах, на своей странице я буду передавать информацию прямо так, как она идет. это не только ченнелинг информации, но это и мой личный опыт человеческий, что является вот в моем случае ценностью передача пройденного опыта, который многие сейчас также проходят, такого же опыта. И я готова поделиться знаниями наработками энергии, ресурсом уже по пройденному опыту женской жизни. И для кого-то эта информация может быть неудобоварима, очень какая-то острая, потому что есть те моменты, которые еще не пройдены у человека, или они являются его точкой реализации, а вот как раз точка реализации, она, как правило, больше всего болит. И от нее ум начинает бежать и спасать человека, говорить, что это все неправда, тебе туда нельзя, куча страхов накидывает, что не надо туда идти. Хотя как раз там, где есть страх или есть непринятие, это и есть точка реализации человека. И для человека как раз хорошо и правильно лицом к лицу с этим встретиться, пойти навстречу и посмотреть, от чего он бежит, что он в себе не принимает. Для чего? Для того, чтобы принять ту часть себя, от которой он бежит, потому что пока он не принял какие-то части себя, он не является целостной личностью, он не является целостным существом. А мы двигаемся здесь на земле и особенно вот сейчас в этот период, он будет примерно до 25 года. Сейчас основной труд людей в духовном плане будет заключаться и заключается в том, чтобы освобождаться от ложных негативных омрачающих настроек, выходить во все большую связь с собой и собирать себя по частям в целое существо, выходить на самостоятельность и самодостаточность. И для того, чтобы выйти на самодостаточность духовную, человеку очень важно повстречаться со своими страхами и пройти их, принять их со своими теневыми сторонами, которые в итоге это как кажущаяся теневая сторона. Как только мы проливаем на нее свет, она становится светлой и мы выясняем, что там тоже свет и что там тоже красота и созидание. так вот я так же и этим летом и предыдущий период много над чем работала над собой, освобождаясь от каких-то своих иллюзий, своих страхов и прорабатывая их. И тем интересно, я тоже, я человек. Да, у меня есть довольно давно способности выхода на высшие планы, но мне интереснее проходить человеческий опыт и расти как человек. И вот поступенчато, постепенно, последовательно снимая с себя вот эти наслоения ложности, на которые на нас там система навешала, это майя, мир иллюзий, и выходя во все большую чистоту и знания, кто я есть, настоящее и знания с чем моя душа сюда пришла, что передать, что творить, что делать, с какой миссией. И у каждого человека, у каждого человека есть своя миссия удивительная, уникальная, созидательная, и ее нужно как минимум начать к ней двигаться и откапывать, освобождаться от вот этих наслоений омрачения. И в этом я готова помогать своими эфирами, своими индивидуальными сессиями, всеми теми продуктами, которые я отаю и медитациями. Но я хочу сразу предупредить, что слова мои могут кого-то ранить или кому-то быть не очень комфортны. Я буду говорить о разных аспектах женской жизни, женского проявления. Как передатчик проводник женской энергии буду рассказывать человеческим языком о том, какая она может быть, эта женская энергия, и как мы можем себя проявлять. В том числе это может быть для тех, кто не проработал, это может казаться странным и некомфортным. И вы имеете на это полное право, вы имеете право конечно не смотреть, не принимать в этом участие, если еще не готовы, то пожалуйста можете удаляться и так далее. Но хочу обратить внимание именно на то при прослушивании, при прочтении, хотя бы при прослушивании моего видео, как отзывается у вас на сердце, какие ощущения вы испытываете и насколько это комфортно вам. И слушать, действительно прислушиваться к самому себе, к самой себе. Если вам на душу ложиться, то имеет смысл послушать. Если сильно идет в разрез, то возможно для вас есть другие лекторы, другие проводники, помощники, с которыми у вас лучшая связь и через которых вы сможете выйти на самореализацию. То есть все равно вы остаетесь самым главным и авторитетным для себя. Ваше ощущение самого себя. И мне сейчас непросто говорить, я объясню почему. Потому что я в первую очередь проводник энергии звуковой и чистой энергии. И поэтому я провожу медитации звуковые. А словесное, информативное действие, то, чем я сейчас занимаюсь, это тоже я могу, но не так оно второстепенно. есть много других хороших проводников, которые могут дать более четко коротко информацию. И я таких могу тоже привести в примеры, которых сама слушаю, очень уважаю. И они могут последовательно, быстро, коротко, ясно рассказать. Порой у меня такое тоже бывает, я могу это коротко рассказывать. Но сейчас, сегодняшний день, энергия поступает для того, чтобы я звучал, чтобы я провела небольшую звуковую медитацию на принятие энергии, космических энергий женского начала. И поэтому подвожу все к этому. У меня мало в голове мыслей, их практически нет. Я выступаю как проводник. Мне очень тяжело вообще слова составлять, потому что идет работа сердца. И перед тем, как включить эту запись видео, я настраивалась с матерью мира и спрашивала, почему, что нужно сейчас делать, что нужно говорить. И мне даже пришлось поплакать, потому что сердце разрывало буквально от любви, когда стали передавать информацию, что важно как раз помочь людям, дать ресурс вот этой внутренней тишины, которой внутренней тишины, спокойствия, сохранения мира, которая очень важна для женщины, особенно в наше время, так как именно способность женщины сохранять мир, уравновешенность, гармонию, любовь, всепринятие дает возможность сохранять мир в балансе, мир, имеется в виду нашу землю, все, что происходящее в социальном плане и планетарном плане, сохранять в балансе, гармонизировать и те сложности, которые происходят сейчас со всех сторон, их нивелировать через свое сердце, через любовь, через свое мирное состояние. и для этого женщине как раз не нужно быть в уме, а по преимуществу быть в теле и через сердце транслировать любовь, даже молча, просто молча, когда ты моешь посуду, но ты при этом в состоянии любви, принятия своей судьбы, жизни, принятия себя, своих близких, того пространства, где ты находишься, в радости и благодарности за то, что просто от того, что все это есть, умея прям благодарить за каждую мелочь и радоваться ей, и наполнять свое сердце этим, даже совершая очень простые действия, может быть, незаметные со стороны или кажущиеся незначительными, на самом деле женщина творит, творит мир, тихонько, незаметно она строит, творит и насыщает сердца мужчин спокойствием, уверенностью, любовью, и эти мужчины дальше способны идти вперед, действовать, действовать по благо. И вот эта передача состояния мира, спокойствия и наполненности в моей компетенции, в моих силах, как одна из миссий, не знаю, какое-то другое слово подобрать, я не привязываюсь к словам, просто то, чем владею, что идет через меня, что транслируется, передаю. У меня это у самой уже достаточно долго получается, несмотря на то, что бывают различные катаклизмы и в семье, и в округе, но я буквально на днях писала пост, что сидела, медитировала в полном состоянии стабильности ума, в отсутствии мыслей, в таком медитативном йоговском состоянии спокойствии и ко мне прибежал ребенок, у которого обе ноги он ободрал себе, качаясь на качелях и мое внутреннее состояние ни на грамм не пошелохнулось, но в плане никаких переживаний не было, то есть стабильность состояния принятия довольства, наполненности и спокойствия ума, и когда ты находишься в этом состоянии, то ты можешь очень быстро и легко правильно отреагировать на происходящую ситуацию без отягощения себя напряжением, раздражением, огорчением, переживанием, что будет дальше или что сейчас происходит, или переживанием, какая судьба несчастная и так далее. То есть вот это все наслоения ненужные. Важно, чтобы наше тело, наше сердце были наполнены любовью, принятием и стабильностью. И тогда и нашим близким, нашим детям, а мы все матери, детей, даже те, кто еще не рожал, все равно каждая женщина в себе заключает частицу матери мира. И вот у меня на заднем плане картина, называется она «Сакральная связь», такая большая, ее повтор висит в женской консультации городской. Именно об этом, о том, что женщина, чтобы женщина раскрыла в себе способности слышания своего вот этого изначально, изначально этой энергии матери мира. Она есть в каждой женщине. У меня она пробуждается, пробудилась, и я ее передаю. Но передаю не для того, чтобы я тут единственная, а вы слушайте меня, а для того, чтобы в каждой из вас, в каждой из вас это зернышко начало раскрываться прекрасным цветком, уникальным, чтобы вы сами себя начали слышать, как вы прекрасны, и чтобы вы начали творить себя, свой мир вокруг себя, и распространять любовь вокруг сами. А мое дело передать, передать то, что через меня передают. Вот как раз пять минут осталось, и я сейчас позвучу, вы можете расслабиться, сесть в удобное положение, расслабиться, голову лучше держать прямо, макушка вверх, но не напрягайте свое тело, пусть оно будет легкое, расслабленное, и чтобы животик ваш тоже дышал, вздымался, прямо, чтобы он наполнялся, таз, почувствуйте, что таз ваш тоже расслаблен, удобно сидят, ягодички, ягодичные мышцы, ножки, лучше, чтобы они стопами стояли на полу или на земле, ладошки открыты вверх, и легкое, свободное, комфортное дыхание, глазки лучше закрыть, и просто настроиться, принимаю процесс, принимаю энергию Матери Мира в себя, пробуждаю, принимаю и проявляю энергию Матери Мира в себя, и понаблюдайте, что с вами будет происходить, а может ничего не будет, это тоже нормально, мы все разные, на разных этапах находимся, этапах своего развития или жизненных этапах, об этом я тоже буду говорить, все, все нормально, и любая реакция нормальна, она именно такая, какая должна быть с вами, все, настраиваюсь, я звучу спонтанно, это просто передача звуковой волны определенной частоты, и может быть, там будет мелодия, задавая реакция, сейчас спонтанно, маленький СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всего доброго. Всех благ вам, дорогие.